При развале Советского Союза, гражданин Советского Союза принимал гражданство либо по месту жительства, по месту рождения, а он родился на Украине. Либо когда писал заявление, что прошу, я вот живу в России, значит россиянин. И либо прошу принять гражданство Российской Федерации, либо Украинской Федерации. С его стороны этого заявления не было, в тот момент он находился за границей. Соответственно, как бы он завис в воздухе, такая вот возникла неопределенность, коллизия законодательная. И заявление он не писал, и когда мы подняли этот вопрос, что он не является гражданином России, следствие проявило проверку и определило, что действительно паспорта выданы ему незаконно, как неопределный следователь. То есть де-факто де-юро постановление о продлении сроком у содержания под стражей. И в описательной части результивно указано, что он лицо без гражданства. Да, у него российский паспорт и заграничный российский паспорт. Но как бы теперь следствие определило, что они якобы выданы ему незаконно. То есть он не прошел обязательную процедуру принятия гражданства Российской Федерации. Вопрос развала Советского Союза был в 93-й год. И до конца 90-х годов, мы его называем смутным временем, бардак творился в наших государственных учреждениях. Поэтому все, что угодно могло произойти. В данном случае следствие подсчитало, что эти паспорта выданы были ему незаконно. Поэтому признало его лицом без гражданства. А может быть здесь какие-то политические моменты. Фактически, да, его незаконно депортируют. Дело в том, что если бы он выделялся лицом без гражданства, ваше правосудие бы не выдало России для привлечения к уголовной ответственности. Хотя, с другой стороны, выдали же, несмотря на когда срок истекал 10 августа. То есть, в течение предельного срока обжалования. Поэтому, я говорю, депор очень своеобразное, немножко политически ангажированное. И оно многих смущает. И какие-то абсолютно неразумные решения по нему проходят. Ну, не связанные с правосудием. Мы исходим из того, что школа, это образовательное учреждение, является структурным подразделением посольства. И наши считают, что это как бы юрисдикция Российской Федерации. Я же утверждаю, что школа арендована у аргентинской стороны. И, соответственно, не является территорией Российской Федерации. Юрисдикция не распространяется. То есть, он совершил преступление на территории Аргентины. Вот в данном случае, если это будет установлено, о чем мы просим, и нам, к сожалению, в этом отказывают пока, придется тогда действительно его освобождать и отправлять для привлечения к ответственности в Аргентину. Редактор субтитров А.Семкин